Так, ну чё, ковкомы жги. 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0. Мы ведём отсчёт. Си. Си. Шоукейс. Всем привет. Добро пожаловать на Капком Шоукейс, где мы будем делиться с вами новостями по поводу предыдущих игр. У нас есть куча сюрпризов в магазине, и надеемся, что вам понравится шоу. Давайте начнём. Monster Hunter Rise Sunbreak. Всем привет. Я Риозо Тимаджито, продюсер Капком Шоукейса. Короче, показывают о последнем обновлении по игре своей. В конце этого месяца дополнение релизница. Новый трейлер, чтобы показать нам. Давайте посмотрим. Блин, нормально, вот это сервис. На оригинале говорят, потом ещё и на английском дублируют, и субтитрами жахнули сверху. А так можно было? Ну, японская компания, да, везде японцы. Ну, японская компания, да, везде японская компания, да, везде японская компания. Ну, приколец. Кто-нибудь в Monster Hunter играет, как вам? Кто-нибудь везде японская компания, да, везде японская компания, да, везде японская компания. Ну что, поспеваешь со мной, старейшина? Японская компания. Японская компания. Японская компания. Готовь в жопу. Нет, ты готовь. Годзилла против Льва переростка. О, пиксели пошли Ну у меня 1080p, это у них пиксели, сорян Star Hunter Rise Sunbreak Солнце ломается 30 июня 22 года Джунгли Давайте-ка мы вам представим одну зону, которая защищается Джунгли дебютировали во втором поколении этих игр Вы заметите, что локация меняется И игрокам, новым и ветеранам понравится Можно будет исследовать, кайфовать и так далее Эшпинас Эспинас Эспинас Означает шипы по-испански Так-то локация спокойная, но если ей угрожает опасность, то начнется трэш Гор Магала Очень понятно, перечисляют разных монстров Драконы Горни драконы Земля ломается ДАИМИО ДАИМИО А Субтитры сделал DimaTorzok 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 Монетизация Ну куда же без монетизации? Субтитры сделал DimaTorzok Бесплатная информация Титулы обнаются Наргосуга Наргосуга 22 августа Наргокуга Я не знаю, кто-то тут гаммает сейчас в Монфокантор Типа вы хайпуете на эту тему или нет? Короче, дорожная карта, я так понял, по монстрам разные Ну типа, рад за фанатов Монстр Хантер, о чём могу сказать Погоди, это... Мне показалось Подумал, что эта девочка из Фордат онлайна там бегала Субтитры сделал DimaTorzok Блин, вот я не знаю, слышно ли вам, но там на заднем фоне Чел продолжает говорить на японском Асуна Асуна, ну его сестра, как её там, суга Первый раз очищает КТ и собак КТ и собак Ну да, ну в общем, суть понял Street Fighter 6 Ну да, ну в общем, суть понял Street Fighter Street Fighter Его... На самый график всегда нонсировали Вроде бы как Ну типа, прикольно Наверное Блин, они же вот ту девочку, да, вот И мужика в скафандре приберегли до конца конфы Вот хитропопые, а А сколько длится она всю? Вот эти как рассмотрим Написано Тут ещё Resident Evil 4 будет Что там про Инфа про ремейк Окей, ждём В одном пакете Все Все Титлы, которые Внутри Будут играть Онлайн Да понятно Ну типа, ясно, что самое вкусное Надо напоследок Ну типа, я не знаю Они могли бы с рейзика 4 начать Потому что все и так про него знают И закончить вот Арм... Как он там? Проект Армата называется эта игра? Типа, там вообще ничего не понятно Ну какая-то девочка Какой-то мужик в скафандре Какой-то мёртвый мир Ну типа, прикольно Типа, хочется хотя бы понять, о чём игра О, даже здесь есть какой-то инди Типа, ну и больше Комбайн Или это... А, или это просто старые игрушки Из игровых автоматов Ну понятно Круто Да в смысле? Там девочка тоже прикольная. Они так неплохо на ней кипанули в свое время. Эксо Праймал. Я Токуро Хироока, директор Эксо Праймала. У нас новый трейлер, чтобы вам показать сегодня. Куча геймплея. А, это та игра, которая похожа на Андем. Левиафан, искусственный телег. Левиафан возвращается, ребят. Короче, вы подходите, как вид для эксперимента. Под моим надзором. Абиоскор проведет важное исследование здесь. Добро пожаловать на Бекитуа остров. Топком представляет. Вы были выбраны для живого теста в бою. Надо сделать парочку побед. Мои архивы включают в себя самые такие жаркие периоды истории. Эти аналы достаточно взбудораживающие. Люди дрочат других. Вы ищете способы эволюционировать, но не хотите меняться. Вы срываете покровы, но боитесь откровений. И столкнетесь с своими собственными созданиями. Очень много данных нужно, чтобы скомбинировать ваш костюм. Человечество сопротивляется, но ответ будет найден. Мы вас поправим. Люди. Деритесь и умирайте ради меня. Че с FPS-ами? Че с пикселями? Все пикселит, блин. Ну блин, это какая-то смесь, да? Парк аюрского периода, анзема и варфрейма. Ну и аниме сверху. О, а он даже сам говорит варгейм. Поймем, какой ничторг геофран. Экзопраймал. О, убийца Дэ с ним. Очередной, да нет. Не, ну это хотя бы похоже на игру, которая может кого-то заинтересовать. Ну типа, своя аудитория в игле точно будет. Если они не обгадятся. Короче, аугментируемые в реальность дисплеи. Большая фигура, похожая на человека. Будет искусственным интеллектом. Целая орда динозавров будет против вас. Бесконечно повторяющиеся варгеймы. Блин, они даже не стесняются говорить, что мы будем одно и то же делать. Прорывайтесь через основной режим возрывания динозавров. Позвольте мне вам вкратце описать, о чем геймплей. Основанная на командной работе игра. Проходите через гонки, чтобы завершать различные активности. Срабатывайте с противниками, чтобы выиграть. Это микс различных миссий. То, что мы видели в последних миссиях. Есть режимы, где надо убить конкретного динозавра. Дальше надо какой-то ключ захватить. Короче, захват флага, понятно. Омега топор. Забиратель энергии. Короче, целая куча похожих друг на друга режимов. Окей. Вот так динозавры и вымерли, да. Что погубило динозавров? Монетизация! Вот зачем ты мне про Бэтмена и Робина напомнил? Вы разблокируете целую кучу... Сикву... Последовательные истории. А, ну и можно будет входить и выходить из своего костюма. Ну мы поняли. Хотели... Антем 2.0, пожалуйста. Экзо-костюмы. О, это охотник. Рикошетные гранаты. А, не, вот это охотник. Да, это тоже... Это охотник, блин, я отвечаю. А то был варлок. Да, лонг-рейндж снайпер. А вот это титан. Да они, блин, издеваются. Лоу. Лоу. Да. Происходит понимание. Ну все, я теперь понял. Это он за варлока сейчас бежит. За варлока бежит на анимации из варфрейма. А вот это у него точно так же... Происходила стрельба, как и в этом, как в андаме. Понимаю. О, титанчик. Мне уже даже не важно, что они говорят. Я уже все понял, блин. Я уже такого уровня просветления достиг, что по трейлеру, понимаешь, что нас ждет, типа. Кто в это решится играть. Осталось только к этим... К графону примазываться, как... Точнее... До графона докапываться, как в анамас. Драгон Догма. Десятилетие. Ну, странно, кстати, что без молотков, да. Это анимация, это божественно просто. Я Хиде Аки Цуна, гейм-директор этого произведения. Спасибо, что присоединились к нам в этом праздновании. Драгон Догма. До Хиде Аки Цуна. Блин, мужик, можешь уже ничего не говорить, не показывать. Это сделала мой вечер, просто тупо. У нас есть кое-что для вас, чем вы можете насладиться. Чекайте. Давай, давай, побольше этих лиц, побольше, нафиг. Давай, мужик, жги. Ты красава. О, Resident Evil. Так, тихо, все. Звук погромче. Resident Evil Village. 6 миллионов продан копий. Они рады, что нам понравилось. Спасибо за поддержку, пишут. Resident Evil продолжает веселить игроков по всему миру. Мы хотим, чтобы люди насладились этой франшизой. Так, начнем видео. Мировая премьера. 16 лет после того, как он ушел. А девочка-то из трейлера подросла. Все хорошо, Роуз. Даже Крис не знает, что я могу делать. Я хочу жить нормальной жизнью. Re-engine. Она ненормальная. Что-то делали с своей рукой. Заткнитесь. Так, лороверы... Лороверы. Лороведы по резику. Это дочь протагониста шестой части, седьмой? Или что? Подросла, типа? Ты выглядишь как я. О, теперь у нас есть новая рыба. У нас есть... Кролик, которого надо преследовать. Это дочь героя восьмой части, которую мы спасали. Понял. Новый контент и режим наемники. Отмечаю цель. О, Димитрес, здрасте. Режим наемники, дополнительные правила. DLC, да, я дождалась. То есть действие происходит через шестнадцать лет после восьмой части. Типа, Итан возвращается в режиме от третьего лица. Ого, ничего себе. Вау. Прикольно. Золотое издание. Ну, типа... Game of the Irredition, вот что-то из этого. Ну, прикольно. Десятого, двадцать восьмого, две тысячи двадцать второго. Ну, ожидайте. Извините, что заставили ждать. Мы обещали это DLC в прошлом июне, но выйдет в этом году. Мы надеемся, что это будет достойно вашего ожидания. Три фишки включать в тебя. Режим от третьего лица. Многие спрашивали, мы добавили. Вы сможете видеть Итана, как он сражается за обоживание. Можно будет новые анимации посмотреть. Ну, режим наемников вернется. Можно будет уничтожать целые орды врагов. Дополнительные игроки. Можно будет поиграть за пиво и за Криса, и за Димитреску. Или пиво это Карлсбилд. Я перепутал, ладно, забейте. Третье дополнение, это то, чего вы ждали. Тень розы. Давайте я представлю вам немного истории этой. Ну да, да, понятно. Его дочь. Теперь она выросла. Она была рождена с необычными силами. И вам придется приводмогать. Она встретит девушку, которая выглядит как она. Короче, все перевернуто. Пространство, время в этом месте. Она хочет дойти какого-то Майкла, который ей поможет избавиться от этих способностей. Полностью от третьего лица все происходит. Мир будет атаковать вас. Величайший враг. Будете вы сами. Скорее всего. Как Роуз найдет свободу от своих сил? Узнаете, короче, об этом. Когда проедете DLC. Надеемся, что вам понравится. Как вам это нравится? О, на Маке будет. Ребята, кто на Маке работает и играет. Кайфуйте. На PlayStation VR можно будет выиграть и стол в эту историю. Впрочем, мы собираем вам дать ультимативный экспириенс в Resident Evil Village. Ура! Игра, которая была анонсирована несколько дней назад. А, тьфу, резик что-то сейчас будет. А, тьфу, резик что-то сейчас будет. Я обнаружил младенца. Ну, сейчас они должны геймплей показать. Пока то, что мы уже раньше видели. Ну, ладно, окей. Ну, Леон. Ты и я. Не то место для отдыха. Ты получишь наше самое священное тело. Оно начинается сейчас. Resident Evil 4. Если бы я мог забыть, что случилось в ночь. Боль. Даже на секунду. В этот раз все будет по-другому. Должно быть. Ну, к событиям второй части, наверное, отсылается. Хотя, игроки это подумают. Ну, типа, ну, сейчас мы по-другому-то поиграем. Я, я Широ Ампо, директор Resident Evil 4. И я продюсер Йоши Хиро... Короче. Переосмысление четвертой части. Точно так же, как и с другими. Мы сохраняем то, что игроки являют такими уникальными, но при этом переделаем их. Мы немножко игровую историю покажем. Так. Через шесть лет после событий Resident Evil 2 и Resident Evil 2 и 3 Леон пережил инцидент и под патронажем президента стал агентом. Но его послали спасти дочь президента. Леон очень мощный и опытный. Ганада ожидает его. Ну, короче. Все будет как раньше, только в новой обертке. Я думаю, народ не против. Давайте на игру, наконец, посмотрим. Так. Камера за плечом возвращается, конечно. Леон возвращается в лес. Опасный. Мы хотим, чтобы вы почувствовали себя одиноко и вам было страшно. Даже больше, чем в оригинале. Конечно, там будут ужасающие битвы. Игрокам может показаться это знакомым, кто во второй, третий ремейк играет. Смотрим за следующими анонсами. Разработано для PS5, Xbox Series S, Series S и PC. 24 марта 2023-го. Мы хотим создать Resident Evil 4, который каждый может насчет. Так что, пожалуйста, надеюсь на это. Спасибо. Спасибо большое. И... Это весь геймплей? Ну, типа, походил он и все. Ну, допустим, ладно. Просто из того, что я понял, они такие сказали. Ну, ребят. Ну, мы делаем еще эту ремейк. Это точно так же, как делали вторую и третью часть. Please be excited. Сыребу мы вам, конечно же, не покажем. Не, ну, я сомневаюсь, что они там обделываются. Просто... Странно. Ну, ладно. По поводу графона, там, YouTube же все-таки качество пережимает. По поводу очередного конвейера, типа... Вторая часть у них хорошо получилась. Третья чуть-чуть похуже. Потому что все-таки... Третья часть сама по себе была достаточно сумбурной. И они ремейк сделали. Надеюсь, что четвертая часть у них нормально все пройдет. И народ будет доволен. Ну, типа... Даже, на самом деле, при том, что третья часть многим не понравилась, да, все равно... Объективно неплохая же игра была. Ну, и с остальными сравнивать. Играми такого калибра. Ну, короче, сборник. Ну, 4К... 4К... FrameRate и Retracing. Ну, прикольно. Для PlayStation 5 и Xbox. Понятно. Уже сегодня, ребят, бегом покупаем. О, бесплатное обновление. Нифига себе. Могут, умеют, практикуют. Это все, что касается сегодняшних анонсов. Типа, подожди, а девочка? Или... А где девочка? Понимаем. Ее никто уже не помнит. Да сейчас я вам покажу, напомню, ребят. Ну, блин, как можно было такое забыть? Вот, зацените. Ну, милота же. Ну, а вот изначальный трейлер. Типа, ничего не понятно, но очень интересно. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо. 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 Что это? Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . . Спасибо. Спасибо. . . Спасибо.